Да. Алла. Здравствуйте. Меня зовут Басова Наталья Геннадьевна. Меня представляет интересы банка Арнисландского веков. Изгиня Владимировна, могу ли вы услышать? Слушайте. Я звоню в Цель и регулирую. Я просто долго по кредитной карте прозраченную. Точнее, тебя плату производили? Нет, не производил. Ты куда планируешь оплачивать? Не планирую. В ближайшее время. Почему не планируете платить? Нечем платить. Вот почему не планирую. С чем у вас финансовые сложности связаны? У меня нет финансовых сложностей. Я, слава богу, финансово обеспечен. Но все финансы трачу на семью. На другие амбиции кредитных и всяких коммерческих учреждений денег не остается. Радость их моей великой. Зачем предобрали кредит, если у вас денежных средств хватает только на семью? Мне надо было побольше на семью. А как вы отдавать планировали? Как я отдавать планировал? Ну, планировал, когда обстоятельства я же отдавал. Потом с договором повнимательнее ознакомился. И оказалось, что никому я ничего не должен. Как у вас так в договоре написано? Ну, там не буквально в смысле так написано. Просто договор пестрит нарушениями действующего законодательства. Я почему-то сначала подумал, а потом сверился, проконсультировался. И оказалось, что действительно договор, который наличит нарушениями, может быть в суде признан ничтожным. И я не обязан исполнять... Если суд, естественно, признает договор ничтожен, как вы выражаетесь, только после суда. Если суд освободит, то можно... Ну, у меня есть устойчивые подозрения, что договор ничтожный. И у меня гражданская позиция стойкая. Ну, так вот, понимаете, на основании вот этого подозрения у меня образовалась гражданская позиция, что договор этот не обязательен к исполнению, с моей стороны. Если вам что-то не нравится, вот туда то самое место на три буквы посередине У и топайте. Суд. Если вам не нравится... Почему вы должны обращаться в суд, если до суда вы обязаны носить оплату в свое время? Ну, я отказываюсь от этих обязанностей. Где написано, что я обязан? А вы не имеете права отказаться. Вы кредит взяли, его деньги уже потратили. Ну, это гражданско-правовые отношения. Это гражданско-правовые отношения. Долговой тюрьмы в нашей стране нет. Я вам заявляю со всей ответственностью. Я отказываюсь выполнять условия договора. Пока банк не изменится. Дайте скажу. Как это я не могу? Вот он, я отказываюсь. Что значит не могу? Я вам констатирую факт. Я отказываюсь. И что теперь? Имею. Вот оно мое право, я им пользуюсь, гражданское. Это вам кто-то так сказал? У вас нет такого права. Да что вы говорите? Кто это вам сказал? Закон. Есть 10-я статья гражданского кодекса. Да есть закон, да. Большой закон. И он не ограничивается одной только этой статьей. Если вам только в эту статью носом ткнули ваши работодатели, то это одно. А есть 451-я статья гражданского кодекса. Знаете, что в ней написано? А какой у вас форс-мажор случился, Евгений Владимирович? Кто сказал, что у меня форс-мажор случился? Просто договор не соответствует действующему законодательству. По моему мнению. Так же, как по вашему мнению, я что-то там кому-то обязан. Понимаете? Что конкретно не соответствует? Очень много пунктов не соответствует действующему законодательству. Я написал письма в банк, отправил, указал. В том числе сослался на статью 29 гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей, где я указал, что приостанавливаю платежи, пока банк не устранит нарушения. Либо не обоснует свои действия. Что? Вы деньги уже потратили, вы не имеете права сказать. Да это уже к делу не относится. Я могу вам сказать то же самое. Обращайтесь в суд, если вас не устраивает договор. А мне зачем в суд обращаться? Пострадавшая сторона вы, а не я. Вас что-то не устраивает сейчас? Меня не устраивает. Ну все, я сделал свой шаг. Я прекратил исполнять условия договора. Но до решения суда обязаны выплатить. Да кто вам такое сказал? Я создал прецедент. Я создал прецедент. С вашей стороны теперь нужно ответные действия увидеть. Если вы не будете какие-то ответные действия предпринимать, значит я сочту, что вам не нужны эти деньги, и вы согласны с данной конкретной сложившейся ситуацией. Мы готовы предпринимать ответные действия. Ну предпринимаете. Где ваши действия? Но мы не в суд будем обращаться. А что вы будете делать? Ну что вы будете делать? Коллекторам обращайтесь. Ну обращайтесь к коллекторам. Я их туда же пошлю в суд. Изначально банк потребует. Погасите, где-то на карте. Да кто такой банк? Что, Баба Яга на метле? Что его боятся? Ну потребуют и потребуют. Я свою позицию выложу. Почему вы все нахитиваете? Да потому что еще раз вы говорю, ахинею несете. Я тоже потребовал. Где банк? Мои требования. Почему он не исполняет? Или что, банк там перец такой крутой? Евгений Владимирович, вы не можете изменить услуги договора. Вы на стороне порядка. Да я и не собираюсь их изменять. Я выставил свои требования на предмет изменения этих условий. Понимаете, я гражданин Российской Федерации. Я имею конституционное право, чтобы мои права не нарушали. Понимаете? Так вот, я увидел, что там вопиющее нарушение моих прав и доставленных мне конституциями. У вас по ним прав есть и обязательства. Кто мне эти обязательства выставил? Перед банком. Где они написаны? Где? Где? Скажите это волшебное слово. Каким образом эти обязательства легитимны? Придит нам в договоре. Этот договор, я подозреваю, что он ничтожный. Его нет смысла выполнять условия этого договора. Это только лишь ваше подозрение. Да. Так вот, эти подозрения мои дают мне право сделать мой шаг. Еще раз, что трудного для восприятия? Я сделал свой шаг. Я перестал выполнять условия договора. Если вот это вот выполнение подразумевает прекращение оплаты, то да, воспринимайте это так. Я написал официальное письмо. Слышали? Закон о защите прав потребителей. Вот когда вы все измените, вернее не вы буквально, а ваши там вот эти, кто за это отвечает, они этого не сделают. В любом случае не сделают. Условия типового договора никто не изменит. Я не буду никаких платежей вносить, пока этого не произойдет. Если вам что-то не нравится, что тут такого? В том вашем липовом договоре и написано, что все проблемы решаются в суде. Так написано? Нет. А как там написано? Нет, не такой пункт. Тем более, вот вы... А вы почитайте более внимательно. Вот, видите, вы спросили, какие пункты нарушают действующее законодательство? Вот какие, один из них точнее. Вы сказали, нет, не в суде. Это что, джентльменский какой-то договор? Это мы ударили порог с соседом, что ли? Обращаться в суд, это право, банк, оно не обязательно. Ну я вас и не обязываю. Раз не будете обращаться в суд, значит, я сочту ваши действия как отказ от претензий. Вот и все. Без суда вы ни копейки не получите. Понимаете? В одном только случае, если измените категорически в моей стороне условия действующего договора. После решения суда, вы на стороне непорядки не бахли мы, не имеем права выделить в суд, мы не планируем обращаться. Ну не планируем. Ну все, значит, до свидания. До свидания, друзья мои. Можно я продолжу, я вас слушаю. В цивилизованном государстве все проблемы гражданско-правового характера решаются в суде. И больше нигде, и никак. А ваши действия законны сейчас, вы считаете? Мои действия? Я считаю, что законны. И вот для этого суд и нужен, который рассудит, законны ли мои действия или нет. Если мои действия не законны, я готов за них ответить. А вы за них ответьте. Подписав кредитный договор, вы уже взяли на тебя. Ну вы в суд даже не собираетесь идти. Вы потратили денежные средства. И что дальше? Потому что у вас дом 20 тысяч рублей по кредитной карте. Вы меня что, в тюрьму посадите? Или каких-то киллеров наймете? Максимум, что вы можете сделать, передать мое дело коллекторскому агентству. Которых я тоже туда же и пошлю. На три буквы. Посередине буква У, как я люблю говорить. В суд. Тем более коллекторов боятся только какие-то ущербные. Почему они перебиваются? Я вас выслушала. Да вы потому что хинею будете в очередной раз нести. Ну скажите что-нибудь членовразумительное. Сумма вашего долга составляет 6 тысяч рублей. Вот видите, инструкции пошли. Нужно сообщить и перевать я. С учетом штрафных санкций. Я вас предупреждаю, я первую трубку класть не буду. С учетом штрафных санкций. О, видите, штрафные санкции. Вы знаете, что штрафные санкции только в суде могут начислять? 30 статья Газанского кодекса вы обязаны платить штрафные санкции. Если суд решит, если суд решит по решению суда, штрафовать людей не имеет права даже работодатель. Пенни только существует. Ну говори, некомпетентно в этом вопросе. Ну конечно, давайте доказывать друг другу, кто компетентен. А вот вы вообще ни в каких вопросах некомпетентны. До 18 октября, если оплаты не производится, я вас предупреждаю, что 20 числа проверяем ваш лицовой счет. Если оплаты по карте нет, банк будет требовать досрочно выплатить. Ой, какой ужас. А я вам свои требования выдвигаю. Если до 18-го часа мне не придет измененный договор... Можно я продолжу? Нет, нельзя. Если не придет ко мне измененный договор... Я сейчас говорю. Ага. Тогда я тоже. Вы ничего на... Говорит. О последствиях я вас уведу. Я надеюсь, принятое внимание, что нет банка. Безняжка, тяжело без мозгов не будет, да? Слышишь? Без мозгов тяжело тебе? Обращалась с вами. До свидания, Григорий Владимирович. Как тяжело тебе работать. День начался как криво, а? Думала поглумиться надеяться. Продолжение следует...